Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам, как сделать вот такой пряник для бабушки. Это будет первая часть, в которой я покажу только заливку. Роспись кистью покажу уже в следующем видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! В комментариях вы просили показать, как я покрываю пряник глазурью. Покрываю я пряник жидкой консистенции глазури, вот такой веерной кистью. Кисть можно использовать и другую, какую вам удобно, или какая у вас есть. Чем жиже консистенция глазури, тем тоньше будет ее слой на прянике, и тем прозрачнее будет покрытие после высыхания. Покрываю пряник сверху и по бокам, затем аккуратно при помощи шпателя или лопатки переношу на поднос для высыхания. Сохнет недолго такое покрытие, в отличие от заливки. Сушить можно в духовке при самой низкой температуре в режиме конвекции. Об этом процессе я подробно рассказывала в своем видео про базовую заливку пряников. В описании будет ссылка на плейлист, где можно найти все полезные видео про пряники. Видео с рецептом пряников, рецептом глазури, про консистенции глазури, которые я чаще всего использую, и как перенести картинку на пряник. Ссылка на изображение будет в описании под видео. Для данного пряника я использовала следующие цвета. Цвет похожий на охру, это я смешала коричневый и желтый, красный, бежевый, фиолетовый, белый, голубой, желтый и черный. Красители фирмы Криама и Топ Декор. Заливку начинаем с телесного цвета. Заливаю самую отдаленную часть и ставлю тонкие штрихи там, где должны быть складки, а также выделяю глаза. Далее по очереди заливаю все элементы, начиная с самых отдаленных, где необходимо также ставлю штрихи, например на одежде или волосах. Айсинг у меня в консистенции 20 секунд, кроме телесного цвета. Телесный айсинг примерно 25 секунд, немного гуще. Мне удобно работать с консистенцией 20 секунд, но не всегда получается идеально замешать именно такую консистенцию. То немного тороплюсь и получается переделывать уже не хочется, если секундомер показал 21-22 секунды. Или, например, немного позже нажала на секундомер. Поэтому если у вас получается айсинг немного гуще, нежели 20 секунд, то есть 21-22 секунды, это не так страшно. Лучше на пару секунд гуще, чем жиже. Запомните это как правило. То есть жидкий айсинг не даст вам тех объемов в каких-то нужных местах и сливаться будет между собой, расплываться. В отличие, конечно же, от айсинга, который чуть-чуть гуще. Но всегда стараюсь делать ровно 20 секунд. Также не забываем правило, что смежные элементы заливаем, когда на соседней глазурь уже схватилась, чтобы наверняка избежать миграции цвета, если вы переживаете на этот счет. Если глазурь приготовлена правильно, она свежая, в ней немного воды, то таких проблем быть не должно. У меня такие проблемы бывали раньше, сейчас, как видите по моим видео, их нет. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 В следующей серии. Смотрите продолжение 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 в следующей серии. в следующей серии. Смотрите продолжение 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 в следующей серии.